Все, я пишу. Поехали! Всем привет, я игрок хоккейного клуба капитан угорода Ступина, Даниил Архипов. Чувствуется ли поддержка зрителей, которые находятся не на трибунах? Как относитесь, когда зрители воспринимают вас негативно? Ну, в принципе, я уже привык, ну, не то, что к негативу, а к зрителям, так что почти не замечаю. А то, что поддержка зрителя, она всегда приятна, мы ее чувствуем. Были ли в вашей жизни моменты, когда хотелось бросить хоккей, из-за чего и что не дало вам это сделать? Я думаю, таких моментов не было. С какой командой было сложно, и наоборот, в прошлом сезоне? Ну, как правило, всегда с командами из верхней части турнира и таблицы. Но слабых соперников сейчас, можно сказать, нет. С каждой командой приходится биться. Какое самое большое чудо случилось в твоей жизни? Пошел в хоккей. Даже не могу сказать, если честно. Что станет зелёным мячиком, если он упадёт в жёлтое море? Наверное, станет фиолетовым. Какой ваш любимый фильм? И посоветуй что-нибудь посмотреть мне. Ну, фильмов разных много. Ну, нравится побега с шелушенками. Его и надо посмотреть. Ну, да. Оглядываясь в прошлое, есть ли в жизни момент, который хотелось бы вычеркнуть из жизни или что-то изменить? Нет, всё идёт отлично. Смотрели ли вы Олимпиаду в Лондоне и за кем следили? Кто вам больше запомнился? Да, смотрел, следил. Ну, ждал выступления Хусейн Болта. Что больше всего запомнилось в прошедшем сезоне? Наверное, вылип командовым Хэлбэ. Это было очень печально. И ароматы, запахи, не обязательно парфюмерные. Тебя привлекают больше всего, раздражают больше всего. Запах, наверное, море меня привлекает. Раздражает. Пота. Которого здесь в достатке. Ну, да. Последний вопрос. Как подобрать клюшку ребёнка? Просто пойти в магазин и выбрать. Ну, всё. Ну, блин, мне кажется, так ужасно это всё. Нормально всё. Мальчишки, знаешь, всякие бывали. Конечно. Так сразу тяжело собрать. Каким бывает мячик? Думаем. Каким бывает? Если жёлтый мячик забросит... Ой, если зелёный мячик забросит жёлтого... О да. Ну, вот. О да. Субтитры подогнали